всем добрый день всем здравствуйте меня зовут ефремова юля я из воронежа я являюсь практикующим мастером и конечно инструктором оффлайн онлайн также с некоторого времени вот еще являюсь творческим партнером конечно же компании ими так ну что кто-нибудь подключается всем привет привет девочки всем привет рада всех приветствовать рады знакомству здравствуйте ну подскажите как слышно как видно вам меня и мы тогда приступим здравствуйте здравствуйте все все отлично всех рада и приветствовать еще раз но давайте я переворачиваю камеру и мы с вами начнем чтобы нам не терять время видно слышно все отлично благодарю вас за обратную связь поехали так сейчас девчоночкой 5 секунд мы сегодня работаем с вами с неоновой коллекции спасибо вам за сердечки за поддержку так смотрим как у нас видно скажите сейчас как вам видно я вот кое-что подготовила дизайн и мы сегодня будем работать вот эта коллекция которая новая неоновые коллекция до яркие оттенки я вот здесь постаралась подобрать для вас у нас тема градиент вот я постаралась подобрать достаточно несложные такие варианты то есть все чтобы просто быстро на клиенте воплощать девчонки ну скажите как там фокус видного и вот такой вот вариант очень красивое тоже сочетание вот мне прям очень понравилось вы сейчас увидите в работе я буду показывать как легко они между собой смешиваются вот казалось бы что они неоновые цвета да но между собой очень хорошо все это прям работает и вот эти вот два цвета мне понравились прям вообще дружат очень очень хорошо между собой вот это вот этот вариант а здесь у меня горизонтальный градиент здесь он в смысле вертикально здесь горизонтальный здесь соответственно я делала кистью для градиента если вы знаете вы имя она вот одна единственная номер четыре здесь сделала вертикально вообще кистью из флакона я вам это тоже покажу здесь соответственно тоже классический градиент кистью для градиента вот здесь может быть конечно под стемпингом видно плоховато но здесь тоже градиент и причем сделаны тоже кистью из флакона то есть такие классные цвета смешиваются вообще идеально идеально ну вот давайте с вами попробуем вот смотрите вот такие два цвета я уже подготовила типсинку с вами и мы берем всегда я под рукой держу то есть без разницы какой я делаю градиент это кистью или это кистью из флакона всегда не забываем то есть вот я достала обычную влажную салфеточку и у меня всегда под рукой влажная салфетка тем более когда всем привет привет кто подключается когда делаете кистью из флакона градиент обязательно нужно не забыть протереть потом обязательно чтобы нам не испачкать с вами гель-лак правильно нужно обязательно протереть вот я беру сейчас 485 цвет можно сделать кстати вот так вот попробовать в длину его давайте попробуем кстати с вами так там у меня сделано немножко по диагонали то есть элементарно я оставляю ведь эту кисточку не убираю во флакончик и берем другой цвет вы задавайте мне вопросы по ходу дела я буду если что отвечать то есть казалось бы до желтый такой прозрачный а этот более такой по плотнее но они между собой очень хорошо я беру кисть от желтого так как он светлее нам их нужно подружить и делаю вот так вот то есть захожу на зеленый возвращаюсь на желтый захожу на зеленый возвращаюсь на желтый прямо так вот их перемешала и потом уже прохожусь по всей длине они вообще мне кажется они просто созданы вот для градиента эти оттенки и всегда вот салфеточка у меня видите под рукой лежит и я всегда ведь и он но разный цвет там попал то есть нужно всегда очищать и можно еще разочек пройтись то есть я начинаю желтого и вот видите несколько раз но давление на кисть у меня минимальное я просто как бы поглаживаю ничего такого грандиозного я не делаю видите смешиваются просто вообще на раз-два то есть в принципе если под дизайн вот под стемпинг делать да вот такой вот вариант ну как пример я сейчас вам говорю а то получается что можно даже в один слой видите под стемпингом этого будет не видно но мы давайте сейчас с вами пройдемся во второй слой сейчас я поставлю сушить вот и вот на этой тип синки я делал то же самое просто здесь немножко я сделала вот так то есть не прямо не горизонтальный но и не вертикальный по диагональ немножко мне там растушеваны как бы цвета поэтому вот видите я сейчас ничего не применяю никаких дополнительных не кистей ничего никаких инструментов то все достаточно легко перемешивается сейчас подсохнет наш тип синка поэтому всегда вот я учу если когда на курсе я всегда говорю нужно всегда пробовать во-первых да то есть у тебя этих типс должно быть много и все цвета нужно пробовать до когда конечно у тебя уже там рука набита насмотренность это тоже понимаешь да что с чем там будет хорошо сочетаться вот и я все-таки вот больше такая вот classic я люблю вот этот классический градиент то есть по мокрому кистью или так то есть мы сейчас могли бы взять кисть овал до отдельно и растушевать ей но вот я вам сейчас показываю то есть самый вообще простой вариант который вообще имеет место быть ведь я захожу на зеленый на желтый цепляю зеленого захожу на желтый зеленый желтый зеленый желтый благодарю девочки вас за сердечки за обратную связь и видите вот так я их перемешиваю сначала то есть нам их нужно поженить а потом уже прохожусь и делаю уже как бы более плавный переход видите вообще просто вот идеально ничего сюда больше не надо посмотрите он просто я не знаю вы мне скажите как там вам видно вот смотрите поближе показываю идеальный градиент вот на лето сейчас эти цвета которые достаточно популярны везде да просто вообще шикардос и вытираю видите вот салфеточка я вытираю прежде чем этот желтый воткнуть во флакончик я обязательно его вытираю ну вот можно например здесь добавить там шермиконов не обязательно стемпингом до завершать можно сделать в кирку очень красиво смотрится вот здесь у меня вот на этих цветах на это же вам их потом покажу сделан топ мелодия который такой немножко перламутровые ноты я не знаю скажите видно нет вот здесь на камеру он очень красиво он смотрится как втирка переливается прям необыкновенная в него влюбилась и вот все мои клиенты тоже то есть здесь можно и так просто оставить да как например в дополнение к вот этим опять же до дизайну вот и здесь уже как говорится вы сами можете до варьировать что нужно вашему клиенту и чтобы вы хотели там изобразить если мы будем с вами допустим стемпинг я здесь ничем покрывать не буду я просто отпечатаю стемпинг и все если например шермиконы там приклеить до сейчас хотелось бы то я бы конечно покрыла топом т класс и уже тогда бы я работала можно опять же допустим вот очень красиво я люблю сочетание вот этот узор ну или любой другой вот на такие яркие когда белым тоже отпечатывается очень красиво это смотрится поэтому вот тут нужно конечно экспериментировать опять же должны быть варианты разные разные вот этот вообще этот рептилий этот дизайн самый любимый моих клиентов так ну что мы с вами сделаем что мы с вами сделаем вроде листья у меня уже есть да можно даже вот допустим по экстремали там да и взять леопард тот же черный там сделать да кто-то там если привет 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 катя вот можно сделать леопард можно любую там геометрию до абстракцию то есть все красиво смотрится на давайте вот попробуем с вами может быть беленьким или знаете что вот я как раз вам хотела показать давайте тогда уж вот так мы с вами сделаем тоже покажу вам как классно перемешиваются лаки лаки для стемпинга неоновые я вообще при любила стемпинг тоже очень классная тема вот если обратите внимание у меня у самой на руках маникюр это тоже стемпинг новые лаки если раньше бы такой маникюр например нужно было делать с неоновыми пигментами да на белый лак для стемпинга то сейчас вопрос решен и это просто идеалити идеалити и я напомню как мы работаем с вами с лаками да то есть у меня все под рукой мы готовим сразу с вами наши все примочки штамп готов скрабер готов и лаки и они тоже перемешиваются очень классно и получается красиво но так как у нас здесь с вами вертикальный градиент ну давайте тогда тоже попробуем и перемешать вертикально берем только не замешиваемся с лаком дело такое что нужно быстро делать и перекатываем так и теперь смотрим на эту сторону мне нужно отпечатать зелененький то есть показывают все перенеслось сюда мы берем зелененький туда как бы на ту сторону типа желтенький ну больше получилось конечно зелененького но все равно красиво что вот здесь цвет идет немножко светлее все равно просто может быть получилось на пластине чуть больше зеленого поэтому но все равно мне очень нравится вот это вот сочетание и давайте здесь мы с вами покроем матовым топом попробуем у меня с глянцевым вот много уже вариантов все глянцевая давайте здесь сделаем сейчас матовым штамп очищаю а скотч если кто не в курсе все чистенько очищается идеально не используя никаких там обезжиривателей ничего и покрываем с вами вельвет беру топ вельвет матовый так все там видно вельветовым топом нельзя покрывать тонко нужно делать достаточно такой плотный слой вот эти листики прям вообще шикардосные так они мне тоже нравятся и отправляем с вами в лампу здесь естественно вытираем с вами все пока откладываем с вами в сторону лаки закрываем потому что это лаки правильно вот то есть вот такой вот простой вообще абсолютно вариант но вы можете играться с ним до бесконечности ну будем считать что подсохла наши типсинка сейчас мы сюда переклеим и как вариант до что в матовом тоже тоже очень очень красиво видите то есть и в глянце здесь уже кто что любит я очень и матовый конечно топ люблю мне это все нравится так давайте сейчас покажу вам вот этот яркий самый вот эти вот но это одно и то же просто в разных сделала я опять же в вариантах вам спасибо спасибо девочки да мне вот эти вот цвета тоже очень понравились зеленый ну так они классно дружат между собой а теперь нам с вами нужно вот так вот будет вот этот цвет 488 может быть конечно камера чуть искажает но он скажем так он яркий да но не совсем неоновый он такой коралл очень яркий красивый вот сейчас мне уже будет нужно кисть кисть для градиента вот уже мы будем с ней теперь с вами работать берем потом идет 2 неоновый у нас до оранжевый прямо яркий и желтенький соответственно я вообще очень люблю градиент это моя наверно любовь самая с первого дня случилось много не наносим девчонки то есть вот я наношу один цвет вверх ну камера конечно скорее всего искажает вам не передает но он коралловый этот вот уже прям яркий может быть они тут будут конечно для вас похоже но они ведь вот отличаются то есть этот цвет такой коралловый а это прям совсем не он конечно конечно девчонки вот я считаю попутно комментарий что при смешивании некоторых цветов получаются дополнительные конечно если мы например там с вами возьмем я не знаю ну вот например синий и желтый то конечно между ними будет зеленый цвет конечно то есть даже можно не иметь там все варианты да у меня на ручках вот вы может быть подумали что я использовала оранжевый до в переходе но нет я использовала вот так два цвета но соответственно когда желтый с розовым перемешивается получается оранжевый в серединке поэтому естественно естественно и то же самое в гель лаках то есть это не обязательно там лаках для стемпинга это в любых цветах при использовании до цветов получается 3 да все верно и что я делаю кисть я всегда я ее вытерла я всегда распушаю прежде чем делать градиент и мы должны сначала смешать вот эти два цвета смешиваем вытираю кисть всегда и смешиваем вот эти два цвета вытираю кисть и только теперь я начинаю растушевывать не давим на кисть движение плавные никуда не перепрыгиваем вот из стороны в сторону чуть ниже до из стороны в сторону такие зигзагообразный чуть ниже кисть практически на весу то есть я работаю вообще кончиками как перышком представили что у нас руках с вами легкая легкая перышко вот здесь видите дошла чтобы не сильно не грязнить желтая вытираю хотя по правилам мы не прерываемся но здесь из опыта скажем так можно и убираем то есть вот даже для первого раза до такие яркие цвета но все достаточно красиво у нас с вами получилось можно повернуть тип синку вот так еще да я всегда почищаю еще вот так то есть для первого слоя да сейчас мы тут чуть-чуть подделаем с вами благодарю благодарю девочка вас за комментарии все гель-лаки пластины супер согласна на сто процентов не работаю ничем другим вообще поэтому даже не собираюсь экспериментировать смотрите можно пройтись вот второй слой вот отсюда я не лезу сильно под кутикулу чтобы там не было пустоты вот где мне хочется подровнять там я и еще раз растушевываю то есть не обязательно прям по всему проходится ноготку вы когда руку набиваете вы уже видите где вам хочется там чуть-чуть допустим под редактировать и мы не забываем что это у нас первый слой с вами подчищаем и я еще иногда как делаю спасибо спасибо девочка я поворачиваю то есть нам же никто не запрещает мы даже когда делаем мы перевернули ручку клиента попросили пальчик да и можем пройтись потому что вот этот желтый да он самый здесь светлый цвет и конечно он от яркого оранжевого всегда может запачкаться но нам никто не запрещает абсолютно пройтись в обратную сторону то есть даже еще будет красивее и плавнее градиент если вот такие какие-то яркие контрастные цвета если какие-то пастельные там этого не нужно там все и так смешивается с первого прохода но когда вот такие девчонки яркие цвета я вот иногда так делаю если хочется чтобы было прям красиво и чисто да то он здесь конечно за один проход прямо не получится идеалити да ну вот за два раза за два раза видите какой красивую че градиент и сейчас можно поставить отправить просушиться опять же да то есть ну вот здесь конечно в два слоя однозначно делать да а здесь вот я говорю если вы уже заранее с клиентом обговорили что у вас будет стемпинг да то есть можно совершенно спокойно работать в один слой спокойно цвета плотные всем мне еще было вот такой вот вариант она это из предыдущей коллекции здесь тоже градиент у меня сделан и пробовала я фольгу на стемпинг вот но тоже красивое очень сочетание получилось и я когда вот этот сделала мне прям очень понравилось смотрите как красиво это стемпинг если что вот мы просушили с вами первый слой и берем опять 2 я никогда не цепляю много материала потому что он будет весь растекаться нам этого не нужно то есть берем комфортно вот как нам нужно для покрытия в стык стык наносим цвета видите вот есть честно второй слой беру желтенького больше чтобы его совсем не перекрыть и приступаем с вами ко второму слою опять же смешиваем как я уже говорила повторюсь вытираем кисть обязательно свете у меня всегда влажная салфетка и здесь с вами смешиваем вытираем кисть и поэтому когда вот она ты уже все отработал когда ты знаешь все эти движения для тебя непривычные да конечно может быть с первого раза и не получится может быть и со второго там у кого-то не получится да мы все разные но я всегда говорю что практика это наше все я сейчас конечно второй слой уже ускорилась действительно сильно я желтый не пачкаю я потом почищаю чтобы желтенький оставался можно второй разочек сейчас мы сразу с вами пройдемся вот видите я когда первый раз я под кутикулу сильно не подхожу чтобы там не было дырки с вами пустоты я туда уже ближе подхожу второй раз и вот казалось бы да там яркие оттенки да можно было бы конечно сделать там кто-то скажет там по акриловой пудре но я вот за классику вот люблю я я не люблю во первых утолщать вот эти лишние слои добавлять поэтому вот я все-таки девчонки за классику не люблю я вот это все равно с акриловой пудры они получаются толще я конечно делаю и по акриловой пудре и как раз таки я делала но это уже считается сложный до градиент 6 оттенков я делала и заняла и первое второе место с ним с этим градиентом но это уже когда вот прям совсем контрастно то да я тогда делаю а вот такие вот оттенки я все люблю больше от классическую схему и не усложнять все отправляем сушить естественно здесь я под камеру рассказываю вам на самом деле занимает времени немного немного времени занимает у нас с вами будут еще какие-нибудь вопросики то есть я всегда конечно вот говорю что нужно все это попробовать отработать на типсах да прежде чем начинать на клиенте чтобы вы вот такие три цвета у нас сейчас с вами были это вот этот у нас с вами вариант получился вот этот вот можно например здесь там сделать в матовом можно покрытию сейчас ты классом да и добавить каких-нибудь шерми кончиков да ну стемпинг у нас уже был с вами мы пробовали хотя вот я говорю вот этот вот белый вариант я тоже очень люблю на таких ярких он разбавляет очень хорошо и на лето прям классно носится покрываем топом ты класс я бы сейчас допустим если это был просто какой-то цвет я бы обезжирила наклеила бы шермикон и потом бы покрыла топом но так как здесь у нас градиент обезжиривать нельзя ни в коем случае поэтому мы с вами сушим топ-тек вас и потом уже будем с вами клеить шермикончики тут как раз есть новые летние по моему тут все с летом связано что-то такое вот эти вот очень красивые мне нравятся ну тут такая летняя по моему тема это номер у нас 253 253 и вот конечно на таких ярких цветах то есть она и белый и черный будет очень красиво смотреться ну самое самое что то здесь все про лето я с английским не очень конечно дружи ну вариантов конечно может быть масса здесь у нас что с вами я сейчас конечно здесь но так как эфир я просушила минутку но можно просушить дольше вот смотрите я прикладываю то есть и черные и белые да все очень красиво смотрится она и вот это вот надпись до крутятски прям смотрится но и вот это вот тоже красиво он там даже какой-то как-то цветочек смотрится вот они все видите вот ну класс вообще вот что не возьми просто вот шикардос шикардос можно да ну что то надо будет еще добавить на давайте вот это все таки мы возьмем наверное нравится она мне пока не буду прижимать хочется еще что-нибудь сюда а вот так вот мы сделаем да это пусть у нас будет вот так на смотрите какое сочетание ощущая колоснючая правда градиент никто не говорит и естественно что нужно там делать на всех там десяти пальцев до время там кто-то скажет занимает давайте кстати матовым сделаем давайте вот так как здесь шармиконы да да и вообще под матовый я всегда работаю топом слайдер всегда во первых мне нужно запечатать шармиконы да чтобы это все клиенты мне принес назад потому что из опыта я уже это знаю сто процентов и матовый топ на слайдере носится шикарно потому что матовый топ это что у нас сами это дизайн скажем так да так же как замшевая обувь все это бархатный дизайн поэтому если вы покрыть просто так он скажем не такой носибельный как там с этот ультрашайн или тот же тег вас да поэтому я всегда покрываю слайдером тем более что у нас там шармиконы и их нужно запечатать поэтому я вот всегда так делаем будем считать что высохла то есть он конечно и в глянце шикарной яркие да ну давайте вот у меня там есть давайте вот матовый сделаем но люблю я яркие цвета обматываем поэтому ничего со мной не сделаешь на руках у меня просто перед этим был матовый поэтому сейчас захотел с глянцем походи вот ну и сейчас давайте пока сохнет мы еще попробуем вот этот вариант с вами сделать тоже вот здесь вот вертикальный я делала соответственно тоже кистью из флакона градиент и вот эти вот кстати если мы с вами берем ну там подобрать то прям идеалити не получится да если взять зеленый синий там получится ближе к вот этой бирюзе цвет да то есть можно подобрать вот этому гель-лаку мы берем вот эти два они перемешаются будет типа бирюзы а если вот как раз таки вот под этот фиолетовый то я делала синий и розовый здесь вот сейчас если видно вот я отпечатывала сердечки и здесь я как раз таки вот брала розовый и синий и получился вот такой типа тоже такого фиолетового цвета то есть подобрать в принципе можно все ну вот смотрите как вариант да в глянце конечно ярко красиво но я вот матовые ли ой яркие неоны люблю и в матовом варианте то есть ведь достаточно простые но скажем так эксклюзивные дизайны да потому что них не каждый мастер такое берется делать да давайте сюда достану чтобы было видно с вами красоту ну и давайте вот синенькие попробуем тоже мне они очень понравились вообще классные цвета сейчас я их вам открою покажу это на береза он тоже конечно не сказать что это прям там супер не он не он да но они же идут из неоновой коллекции яркие такие насыщенные оттенки но опять же можно сделать и такой и кистью градиент вообще без разницы давайте вот и так вам тоже покажу опять же еще раз беру кисть беру 2 482 цвет попробуем с вами и вот так сюда 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 испачкали сюда и вот так вот проходим все несколько раз то есть там у меня просто вертикальные обязательно вытираем не забываем можно добавить сиреневого то есть я бы здесь специально показываю вот эти вот разные варианты что можно делать разные да если это под стемпинг там конечно прям идеального градиента можно не делать мы немножечко растушевали с вами и все и собственно достаточно и вот она этой давайте попробуем с вами опять же кистью еще раз покажу вам классические классные цвета игре они так между собой просто вообще вот идеально дружат ведь я беру и немного и немало материала кисть наш для градиента которая одна единственная и смешиваю сначала я всегда смешиваю сначала цвета вытираем и поехали поэтому вот вы когда попробуете вы уже будете знать а вот этот легче смешивается вот это там посложнее да я там лучше его там по акриловой пудре сделаю если вам там не получается но я конечно вот рекомендую если вы не делаете градиент да не делали но там хотите научиться я рекомендую все-таки начинать набивать руку на пастельных оттенках на светлых потому что на пастельных цветах проще они смешиваются очень легко там не видно вот этой травы и практически никогда да но опять же нужно брать или из одной коллекции или более-менее по составу подходящие потому что если вы возьмете какой-нибудь один более такой прозрачный цвет а другой возьмете плотный то конечно у вас не получится если вот цвет будет один выбеленный да то вы никогда не смешайте этот выбелен цвет вам будет все забивать поэтому тут тоже нужно все пробовать набивать руку никто не говорит том что вы сейчас взяли это там первую тип сюда и у вас может быть у кого-то и получится из первой кого-то с 10 тип сюда этом ну все конечно нужно пробовать и отрабатывать ведь они прям вообще классно но так смешиваются от мне прям очень нравится чуть-чуть нужно дойти сюда прихватить там фиолетовый чтобы зайти на голубой вот ваша класс может быть тут как бы и не совсем такой там супер градиент да но для быстрого дизайна под стемпинг например вообще идеально обязательно вытираю кисточку пока у нас сохнет мы с вами сразу два варианта знаете я не делаю чтобы прям плыл гель-лак то есть достаточно все вот как вы покрываете клиенту так и покрываем здесь и поехали из стороны в сторону чуть ниже из стороны в сторону чуть ниже то есть мы никуда не перепрыгиваем с вами не спешим а плавненько двигаемся как бы справа налево чуть ниже справа налево чуть ниже видите всегда я вытерла и кисточку распушаю вот я работаю всегда так чтобы она была у меня пушистая пушистая таки ворсинки только тогда получается плавно ну еще разочек пройдемся подбираем если где-то мы видим что у нас неровно подбираем материал и тянем его как бы вниз но если вы обратите внимание на кисть мы не давим все так вот плавненько и двигаемся с вами чтобы не случилось а мы с вами двигаемся мы никуда не отрываемся чтобы у нас с вами не зачесалась не почесал мы делаем градиент с вами немножечко я вот так вот всегда прохожусь подчищаю немножко цветаешь говорю классные не между собой очень хорошо дружат где-то хочется там нужно вот пройтись чуть-чуть ну классно мне они очень понравились да не может быть там не совсем не уловые получились но от этого не менее красивый но давайте вот тот я уже не буду с темпингом закрывать а вот этот можно сделать но опять же игры тут вот варианты разные вот это тоже я делала с фольгой отпечатывала фольгу на стемпинг здесь просто тоже стемпинг делала вот здесь тоже можно взять как раз таки вот эти попробовать два цвета да сейчас даже вот так вот с вами попробуем сейчас что мы с вами возьмем что мы с вами возьмем давайте хоть и леопарда возьмем он конечно такой достаточно плотный но текс я хочу еще даже зеленый сюда взять то есть нам нужно чтобы смешался зеленый синим чтобы получилось бирюза да и синий с розовым чтобы получился фиолетовый фиолетовый смотрите какая красота может быть он да конечно чуть чуть ярче чем допустим тут цвета но от этого он не менее у нас с вами красивый получится да вот можно допустим было бы сделать наоборот до фиолетовый сюда поднять но и так тоже очень красиво то свете и фиолетовый получился там на кончике чуть не хватило я думаю ничего страшного и типа бирюзы у нас с вами получился да красивое вообще сочетание ну чё глянцем покрываем вот у меня тут все матовым давайте сделаем глянцевые все такой вот красивый яркий дизайн а сейчас смотрите как смешивается видно сейчас пластину покажу то есть можно брать и видите вообще любое зеленый желтым очень красиво ну и вот эти видите вот пожалуйста получился там дополнительный фиолетовый цвет то есть здесь вообще экспериментировать можно до бесконечности я конечно вот может быть кто-нибудь бы там сейчас наклеил до сюда еще что-то там шермикон но я так сильно конечно не люблю прям перегружать потому что у нас и там градиент да у нас с вами и здесь еще из стемпинга градиент поэтому все-таки мы оставим его так отправить сушиться и вот этот вариант да ну здесь тоже вот можно там взять например синий с зеленым но мне вот нравится почему-то вот с фиолетовым больше вот но я думаю что здесь мы ничего не будем делать мы сейчас с вами вот про что я вам говорила там у меня на светлом сделан вот этот топ мелодия вообще классный классный учий вот давайте мы еще им с вами не работали как раз вот здесь тоже будет очень красиво этот топ смотрится одинаково круто и на светлых и на тем а это же просто вообще вот кто если не любит делать втирку девчонки то вот этот топ вам в помощь благодарю вас за сердечки за обратную связь очень мне комфортно с вами работать смотрите просто же шикардос посмотрите какое сияние я все вот не то что там я просто вот обожаю этот топ смотрите как блестит то есть это для тех вариант кто не любит делать втирку он я говорю одинаково хорош и на темных и на светлых оттенках так у нас с вами сушится я убираю эту красоту нет всегда тут под рукой все готово а я даже это я понятное дело там в эфире с клиентом то же самое я всегда все готовлю под рукой то есть мы с ней проговорили да я все подготовила закрываем название только конечно можно куда-то дело вот пожалуйста девчонки скриньте мелоди он называется ну там мелоди топ гель он шикардосный просто вот влюбилась я в него еще есть шампань но тот более бежевый и вот кстати можно было что попробовать дайте-ка вот я его вот сюда давай попробуем я сама забыла за него вот на такие тоже он будет красиво и это одинаково красиво будет и на тоже и на пастельных и на этих вот такой вот тоже мимимишный топ все такими видите разными блестками комифубиками вот смотрите тоже на ярких вот на ли это кто любит если клиенты раньше нужно был дополнительный гель какой-то использовать до аккуратненько вот нужно чуть-чуть распределить не надо его тоже наваливать просто поправляем распределяется кстати очень хорошо вот я сейчас сама тоже первый раз им работаю выравнивается просто вообще идеально выравнивается девчонки сейчас покажу поближе то есть нужно не бояться он вообще вот вот просто поправляем чуть-чуть вот где-то если больше там можно перевернуть немножечко да там поправить если где-то неровно но ложится хорошо можно сказать ровненько вот ведь тоже вариант классный прям лет не понятно дело что зимой такое делать не будешь а для лета очень даже так вот смотрите то что я делала это вот этот топ вот вам показываю его сейчас вот он мелоди топ и вот показываю вам поближе два варианта цвете здесь на вот этих оранжевых оттенках здесь бирюза с этим с фиолетовым просто вот видите здесь он чуть менее виден да но на солнышке это будет шикарно конечно на темном видите как он играет это просто вообще божественно вот этот вариант мы с вами сделали со стемпингом да смотрите красивые какие все варианты то есть имеют место быть на и если вы убедитесь вот за эфир я сколько вам уже вариантов показал да то есть я старалась подобрать достаточно такие простые чтобы это можно было легко воплотить на клиенте правильно правильно смотрите красивочки какие тут мне прям очень понравился с леопардом очень понравился с леопардом ну и вот этот просох то не цепляется то есть но можно было бы конечно сейчас еще его чуть-чуть там подровнять да ну я под камеру как бы тут спешила быстренько вот вспомнила за него решила попробовать вот вам смотрите сколько вариантов уже мой фаворит конечно вот этот вот извиняюсь мелоди вот этот вариант мне тоже очень нравится без цвета без цвета то есть градиент из стемпинга если кто-то там не любит очень ярко дата вот этот вариант мне тоже прям вообще зашел классный можно одну ручку там делать например зеленую до другую вот такую со стемпингом тоже тоже очень классно вот смотрите сколько вариантов мы с вами нафия чили так шармикон который я использовала шармикон который я использовала номер двести пятьдесят три тут прям такие все надписи всего с летом связано это вот вообще все новые классные шарме кончики все все классные цветочки тут вот какие-то мини-мишки пластину пластину мы с вами использовали вот сейчас то что где леопард это у нас текстуры пластина номер 13 текстура то что я использовала и вот есть вот такие то что здесь у меня принты это у нас с вами цветочная вот эта пластина 15 15 магия природы вот эта пластина то есть вот листики у меня вот этот папоротник все цвета красивые спасибо я старалась и вот это вот сочетание тоже вот показывала вам сейчас еще разочек поближе это не неоновая коллекция но девчонки тоже ведь вот красиво очень и вот это стемпинг опять же с фольгой на мультипл гель ну вы наверное видели неоднократно уже эти варианты дизайнов очень красиво не смотрится фольга вот видите вообще идеально на эти тонкие линии идеально отпечатывается это вот и это уже пластины у нас с вами это 12 12 пластина это вот этот вот узорчик эти вот листики ну что еще будут какие-то вопросики вроде бы все я вам сказала показала топ и рассказала вам работали мы с вами вот этой коллекции то есть и я даже задействовала все цвета вам показал все розового у меня к сожалению нету а так мы с вами поработали смотрите всеми цветами то есть мы сделали с вами 85 86 я вам показала потом я вам показала вот так вот три цвета до 488 84 85 и вот эти конечно же два идеальных которые между собой смешиваются так что была рада всех видеть на эфире благодарю вас за обратную связь за комментарии это вам спасибо надеюсь еще увидимся всем пока пока до новых встреч я вам спасибо